Непередаваемое ощущение. Учащийся 3-й гимназии вручил подарок Александру Лукашенко. Я рад очень сильно. О чем говорили президент и пятиклассник. По правилам погоды ГАИ рекомендуют не ждать зимы и менять резину на авто. Не дожидаясь 1 декабря. Почему не стоит тянуть? Заветная кнопка. В Бобруске прошла церемония пуска природного газа по новым трубам. Было построено перемычка дреной 27 километров. Что это даст потребителю? А также включение энергоблока, заграничные штрафы и свобода передвижений. В стране утвердили новый график поездов. Куда теперь добираться быстрее? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. В канун 105-летия в ЛКСМ и юбилея Дворца независимости прошла торжественная встреча президента с молодежным активом. Александр Лукашенко пообщался с гостями и не остался без ценного подарка. Пятиклассник из третьей гимназии Артемий Матлах вручил главе государства коллекцию знаков «Отличия и наград» БРПО и БРСМ. С выдающимся мальчиком встретилась Юлия Вернер. Юный активист. Артемий Матлах радостно признается. С самого детства предполагал, что встретится с президентом. Личное знакомство с главой государства вызвало много положительных эмоций. Страха и волнения не было, лишь восторг и энтузиазм. Масштабы Дворца независимости поразили детское воображение. Больше всего мальчику запомнился разговор о дальнейшем развитии нашей страны. Я рад очень сильно, что посетил Дворец независимости. Я к этому долго шел, старался. В общем-то, моя мечта же былась. Президент наш добрый, он любит детей, уважает. Пример для подражания. Пионер высоко тянет руку для правильного ответа. Из-под пиджака выбивается красно-зеленый галстук. Артемий Матлах не только прилежный ученик, но и принимает активное участие в жизни гимназии и города. Мальчик увлекается робототехникой, спортом, посещает множество факультативов. Состоит в БРПО. Также он лидер объединения младших школьников «Октябрята» и капитан команды интеллектуально-развлекательной игры. Очень хорошо поддерживает отношения своими одноклассниками. В общем, очень хороший ребенок. Мы очень рады, что учатся именно в нашем классе и в нашей гимназии. Впереди планеты всей. Пионерская дружина третьей гимназии насчитывает 615 участников. В городе же почти 20 тысяч молодых активистов. Их объединяет любовь к Беларуси и энергичный образ жизни. В преддверии 105-летия в ЛКСМ представители пионерии и БРСМ собрались для тематического флэшмоба. Каждый из нас сегодня пришел сюда, так скажем, высказать свою благодарность тем, кто раньше этим занимался, и в дальнейшем прославлять деятельность молодежи и нашей страны в целом. Пионер звучит гордо. Каждый сам для себя определяет значение этого слова. Важно одно – стремление к высоким целям, помощь людям и любовь к родине. Активная и энергичная молодежь Беларуси олицетворяет яркий образ настоящей пионерии. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Пит-стоп. Несмотря на осень за окном, ГАИ уже рекомендует менять резину и готовить машины к зиме. Холода наступает на колеса. Пока температура не вызывает постоянного скольжения и позволяет держать авто на дороге. Однако уже ночи на улице около нуля. И поутру можно столкнуться с проблемой. Асфальт покрыт коркой льда и затормозить непросто. К таким ситуациям следует подготовиться заранее. Уже с начала календарной зимы смена шин станет обязательной мерой без исключения. Уважаемые водители, не дожидаясь 1 декабря, заранее рекомендуем на автомобиле сменить летнюю резину на зимнюю и переходить уже на зимний стиль вождения. Выбирайте безопасную скорость движения. Избегайте перестроений и резких торможений. Откажитесь от такого небезопасного маневра, как обгон. И обязательно соблюдайте дистанцию и боковой интервал. Чтобы не стать жертвой на дороге, в преддверии зимних холодов автовладельцам следует сменить масло, проверить тормоза, систему отопления, аккумулятор и уровень антифриза. Кроме того, важно проверить наличие всех необходимых инструментов в салоне. Максимальная надежность и комфорт потребителей. В Бобруске пустили газ по новой магистрали. Проект разработан в рамках отраслевой программы по модернизации производств. До введения газопровода в эксплуатацию 200 промышленных предприятий и 81 тысяча домов подпитывались природным газом от одного источника – распределительной станции Бобруск. Потребление, соответственно, было высоким. Теперь же заводы смогут работать в режиме нон-стоп и не отвлекаться на проведение плановых работ со стороны газовых служб. Само строительство заняло без малого два года. С реализацией этого проекта была построена перемычка Дриной 27 километров, которая позволяет от газораспределительной станции Яси Осиповичского района также запитать потребителей города Бобруйска. Конечно, такие объекты оказывают колоссальное влияние на надежность газоснабжения. В следующем году в Бобруйске планируется реализовать еще один проект – строительство газопровода высокого давления. Это позволит обеспечить устойчивое газоснабжение в районе Березины и частного сектора возле санатория Ленина. Работы будут продолжаться по всей области. Дополнительная энергия, доступное жилье и новое постановление. ФСЗН будет списывать безнадежные долги. Какие условия? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Второй энергоблок БелАЭС получил лицензию на эксплуатацию. 24 октября коллегия МЧС вынесла вердикт после длительных проверок и тестов. Два реактора мощностью 1200 мегаватт обладают повышенной безопасностью. Здание станции укрыто защитной оболочкой, что полностью оберегает ее от землетрясений, ураганов и наводнений. В Беларуси на строительные работы в 2023-й выделено почти 12 миллиардов. В сопоставлении цен этот показатель более 106% к прошлому году. Инвестиции активированы в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, в соцсфере и инфраструктурных проектах. За этот же период, напомним, в стране построено чуть больше 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Беларусам вскоре начнут приходить штрафы за нарушение ПДД из России. Наши страны собираются наладить обмен баз данных по номерам авто. Наказание в виде оплаты будет производиться по валюте и курсу той страны, где совершено преступление. В 2023-м в РФ беларусами спровоцировано 115 ДТП, в которых погибло 25 человек. Такой союз позволит находить виновников и привлекать их к ответственности. ФСЗН будет списывать безнадежные долги. Постановление распространяется на ИП, компании и физлиц. Если должнику нечем расплачиваться и не имеется имущество для компенсации, то долг списывается. Также есть ряд условий для ИП, одно из них – никакой деятельности на протяжении полугода. Плюс ко всему, просроченные задолженности по обязательной страховке снижаются. БЖД с 10 декабря вводит новый график движения поездов. Расписание утверждено на год вперед. Теперь сообщения между Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Адлером, Анапой, Самарой, Мурманском и Архангельском будут прямыми и беспересадочными. Для выходных и праздников предусмотрены дополнительные рейсы, как международные, так и в пределах страны. Время деньги. До дедлайна уплаты транспортного налога за 2022-й остается меньше месяца. Крайний срок – 15 ноября. Ставка осталась прежней. Зависит от разрешенной массы авто. Льготы доступны ветеранам, пенсионерам и инвалидам. Многодетные имеют право оплатить только 50%. Главное – предъявить действующее водительское удостоверение. Сбор не коснется владельцев электромобилей, а также транспорта, выпущенного до 1992-го. За каждый день просрочки исчисляются пени. В отношении граждан, допустивших задолженность, налоговой инспекцией будет вывести соответствующее решение, которое будет направлено в органы принудительного исполнения для принудительного взыскания. С 2025-го в стране планируют ввести единый имущественный платеж, налог на транспорт, недвижимость и землю. Ставка на прибыль вырастет на четверть при получении доходов свыше 25 миллионов рублей. Также увеличится сумма платежа для обладателей автокласса «Люкс», с года выпуска которых прошло не более трех лет. Вернуться домой настоящим мужчиной в стране стартовал осенний призыв. Через комиссии на протяжении октября-ноября пройдет 60 тысяч парней до 27 лет. В армейский строй станут 10 тысяч. Это разведчики, мотострелки, десантники и пограничники. Перед всеми новобранцами стоит одна задача – учиться защищать Родину. Я ожидаю начала службы. Я готовился уже за полгода, приходил в военкомат, подал документы ДСАФ, чтобы подготовиться на все категории. В этом году на службу в резерве призывается около 200 человек. Присяга намечена на 25 ноября. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Айриан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова